Подробности взрыва во временно оккупированном Крыму и стрельбы в Дагестане. Россияне продолжают бомбить свой Белгород. Морские дроны «Си-Бэйби» дистанционно взорвали четыре российских судна. ЕС принял очередной пакет санкций против РФ под ударом важные секторы экономики. Далее еще больше тем в теме дня в студии Юлия Капитонова. До 151 человека выросло число пострадавших после взрывов 23 июня в Севастополе. Как пишет телеграм-канал Шот, среди пострадавших 27 детей. По уточненным данным погибло 4 человека, повреждены 19 частных домов, 2 многоквартирных дома, 1 магазин, 24 машины, линия электропередач и газовая труба. Однако сами же россияне пишут, что такие последствия могут быть вследствие неправильной работы российского ПВО, а не летевших атакам. Так в сети появились фотоэлементов ракеты, которые рухнули в Севастополе. Это зенитные управляемые ракеты 9М330 ЗРК Тор-М2. Как пишет Униан, бить из этого ЗРК по баллистическим целям – это как стрелять из пистолета по авиалайнеру. То есть говорит о том, что ПВО-шники РФ лупили всем, чем можно, не особо задумываясь о последствиях. А последствия просты. Когда ракета не справляется с задачей, срабатывает система ее самоуничтожения. И этой системе все равно, где ликвидироваться над пляжем с отдыхающими или еще где-то, пишет Униан. Кроме того, российский военный блогер Роман Сапаньков писал о том, что вряд ли это может быть атакамс, поскольку если бы боевая часть атакамса штатно раскрылась над пляжем, там были бы сотни погибших. Не удивлюсь, что если окажется, что упала наша ракета ПВО, добавил он. Но позже удалил свой пост из телеграм-канала. Другие военные блогеры также критиковали Министерство обороны и российские оккупационные власти в Крыму за неспособность предотвратить удар. Кроме того, не сработали сирены. Несколько милблогеров критиковали власти РФ за неспособность обнаружить и уничтожить все ракеты до того, как они приблизились к Севастополю. А еще вблизи пляжей нет укрытий. В подчете Института изучения войны говорится, Россия целенаправленно размещает военные объекты вблизи гражданских районов Крыму, пытаясь держать украинские удары. Об этом свидетельствуют видеоматериалы и фото. Более того, оккупационная власть РФ безответственно поощряет российский туризм в Крым, используя его как тыловой плацдарм. Украинские телеграм-каналы публикуют видео горящего центра космического слежения и связи НИП-16 в Крыму после атаки Атакамс. Он располагается в селе Витино, недалеко от Евпатории. О взрывах в этом районе 23 июня сообщали крымские телеграм-каналы. Как сообщается, пожар там подтверждают и спутниковые снимки. Отдельные Z-паблики также писали о поражении базы ПВО под Евпаторией. Тем временем в СМИ распространяется информация о взрывах в Таганроге. Украинские морские дроны научились минировать морские пути российских кораблей. Благодаря этой тактике удалось потопить четыре вражеских судна. Как говорится в материале The Wall Street Journal, напуганные рейдами морских дронов россияне построили больше заграждения на входе в Севастопольскую бухту. Поэтому украинцы придумали альтернативную операцию – установку морских мин. Специальные Sea Baby научились устанавливать дроновые шахты, сделанные из пластика, весом около 180 килограмм. Их трудно найти, поскольку они ложатся в Ил под мелководьем, используют акустические и электромагнитные датчики. Переходим к событиям в Дагестане. В результате теракта в Махачкале и Дербенте погибли 24 человека, среди них 15 полицейских, 4 гражданских, в том числе священник, и 5 боевиков, заявил Следственный комитет. Как пишет Крымский ветер, эти уличные бои стали самыми продолжительными на Кавказе за 10 лет. В 2.30 ночи глава республики Сергей Меликов отчитался о завершении активной фазы операции против участников нападения. Таким образом, бои на улицах Махачкалы и Дербента продолжались более 8 часов. Серия вооруженных нападений в дагестанских городах Махачкала и Дербент вспыхнула 23 июня. По данным РосСМИ, группа неизвестных из автоматического оружия обстреляла синагогу и церковь. О стрельбе сообщалось и в столице Дагестана – Махачкале. Там неизвестные обстреляли пост ДПС, сообщал Меликов. Также РосСМИ сообщают о том, что неизвестные открыли стрельбу на границе России и Абхазии в районе КПП на реке Псоу. Российские самолеты продолжают ронять авиабомбы. Еще три бомбы нештатно упали в Белгородской области, не долетев до Харькова, выяснила Астра. 21 июня боеприпас упал в 2,5 километрах от села Чураева в Щебекинском горокруге. На следующий день ФАП нашли буквально в 300 метрах от поселка Разумное. Еще одну упавшую авиабомбу накануне нашли на улице Есенина в селе Крутой Лох. Пришлось эвакуировать двух человек, обошлось без пострадавших. Таким образом, общее число сброшенных Россия-бомб на свои и оккупированные Россией территории Украины составляет 106 единиц за последние четыре месяца. Британский политик, лидер партии «Реформировать Соединенное Королевство», ранее она называлась партия «Брекзит», Найджел Фараж заявил, что западные лидеры должны провести мирные переговоры с диктатором Владимиром Путиным, чтобы выйти из тупика. Политик считает, что война зашла в полный тупик и число погибших ужасает. Его цитируют The Times. Не было никаких разумных переговоров по существу. И даже если переговоры, направленные на поиск мира, поиск пути, потерпят неудачу, я думаю, что лучше провести эти переговоры, чем нет. Соглашение президента России Путина о взаимной обороне Северной Кореи может создать трение с Китаем, который долгое время был главным союзником этого затворнического государства. Стоявил в воскресенье 23 июня высокопоставленный военный офицер США Браун, пишет Reuters. У нас есть еще кто-то, кто сейчас подталкивает нас. Так что это может привести к еще большему трению между Китаем и Россией. По его словам, будет интересно посмотреть, как это закончится. Аналитики говорят, что пакт, подписанный 19 июня, может подорвать влияние Пекина на двух своих соседей. А любая повышенная нестабильность может отрицательно сказаться на глобальных экономических и стратегических амбициях Китая. 20 июня Путин заявил, что Россия может поставлять оружие в Северную Корею, что, по его мнению, станет зеркальным ответом на вооружение Украины Западом. Браун признал обеспокоенность США по поводу сделки, но выразил сомнения, что Москва даст Северной Корее все, что она хочет. Официальные лица США заявили, что Северная Корея стремится приобретать у России истребители, ракеты класса «Земля-воздух», пронетехнику, оборудование и материалы для производства баллистических ракет, а также другие передовые технологии. Новая помощь от партнеров. Силы обороны Украины получат первую партию боеприпасов в рамках чешской инициативы до конца июня. Об этом заявила министр обороны Чехии Яна Чернахова в эфире телеканала CNN Trima. Сегодня, 24 июня, ЕС объявит о первом транше Фонд помощи Украине из доходов от активов РФ на сумму до 1,4 млрд евро. Об этом объявит главный дипломат Евросоюза Жозеп Боррель, пишет политика. По словам журналистов, это первый транш, который, как ожидается, будет регулярным потоком налички. К тому же Венгрия не сможет его блокировать, как это было с выплатами за украинское оружие в рамках Европейского фонда мира. Сверхприбыли будут направляться через страны-члены, которые будут работать как агенты-исполнители. Они будут закупать продукцию, которую Украина указала как приоритетную. По словам трех дипломатов, это страны – Германия, Чехия и Дания. А вот Италия, Латвия, Румыния и Швеция будут отвечать за следующий транш весной 2025-го. Очередной 14-й пакет санкций против России утвердил Совет Евросоюза под угрозой энергетика, финансы и торговля. Об этом говорится в сообщении Совета ЕС. Итак, новые санкции предусматривают запрет на услуги по перегрузке российского сжиженного природного газа на территории ЕС, дабы отправлять его в третьи страны. Запрет на новые инвестиции для завершения строящихся ЛНГ-проектов. Запрет на использование системы передачи финансовых сообщений SPFS. Запрет на доступ к портам и предоставление услуг судам, участвующим в войне России. Более широкий запрет на полеты в ЕС. Дальнейший импортно-экспортный контроль и ограничения. Кроме того, политическим партиям и фондам, а также неправительственным организациям больше не будет разрешено получать финансирование из России, а 116 юридических и физических лиц попали под санкции. Что касается запрета на новые инвестиции, то глава Офиса президента Украины Андрей Ермак в Telegram подчеркивает, что ЕС запрещает новые инвестиции, а также предоставление товаров, технологий и услуг для завершения стоящихся проектов по сжиженному природному газу, таких как Arctic LNG 2 и Murmansk LNG. Наш выпуск актуальных тем дня подошел к концу. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайк и включайте колокольчик. Увидимся! Подписывайтесь на наш канал!